дорогие друзья всем привет очередной рыболовный день отправляемся на нижнюю москва реку я жду своего другу легкого сегодня поедем с ним едем мы с обеда сейчас у нас декабрь месяц и погода вообще не но не декабрьская то есть на улице плюс 0 плюс 2 снега абсолютно нет кругом грязь пыль конечно не очень такое зимнее радужное настроение скоро вроде как новый год но у нас больше все это напоминает осень но тем не менее нижняя москва река в зимнем уровне воды и сегодня мы сегодня будем ловить с лёхой на воблеры и на блесны сегодня мы с собой джиг резину и все что с этим связано мы не брали сегодня скажем так он ли воблеры и железо посмотрим что у нас из этого получится я надеюсь что мы сегодня должны встретиться ну с белым хищником и наверное по темноте судаком если нам повезет все самое интересное буду снимать и рассказывать погнали на речку а вот и лёха сейчас поедем что друзья идем по полю по краю поля к речке конечно грязюка неописуемая так хочется чтоб подморозил и выпал снежок потому что все сапоги уже грязные уровень воды катастрофически низкий что не есть хорошо вот ветер дует сегодня фоновый 7 порывы 14 метров в секунду юго-запад но мы вроде выбрали для себя участок где здесь юго-западный ветер должен быть четко в спину меня avalanche до 18 грамм 852 сегодня взял катушечку с восьмижильным шнуром потому что я не планирую ловить сегодня на джиг и вообще не брал ни одной джиговой приманки соответственно блесна и колебалки и воблеры я буду ну с восьмижильным шнуром дальше заброс и нормально а так для джига я всегда и всем рекомендую что нужно использовать четырехжильный шнур потому что он гораздо гораздо лучше на абразиву устойчивость а в москва реки хлама очень и очень много да друзья спуск к реке оказался для меня не очень удачным хорошо и не сломал палку и это все не заснялось сейчас отмывался минут 10 короче просто навернулся и на жопе съехал вся спина в глине в песке в общем я сейчас все это дело отмывал теперь весь мокрый благо температура плюс ничего страшного что друзья попробуем поставить вот такой вот лобик мне подарили начала я к нему привяжу поводок из флюор 0 2 миллиметра вот он поводочек будет короткий теперь дальше что мы делаем примерно вымеряем сколько нам нужно но сантиметров я думаю 30 повыше поставим три оборота то есть петля и 1 2 три раза продеваем начинаем скручивать эту петлю до состояния вот восьмерочки появляется вот это вот восьмерочка теперь мы берем флюор продеваем в эту восьмерочку в одну и в другую петельку и теперь привязываем узлом клинч получается что у нас вот такой вот поводок с мушкой сверху но сюда соответственно мы привязываем сейчас поводок или застежку и саму приманку попробуем начата кто-то сел же да да это жерех микро обалдеть прям друзья на паузе я решил 7 граммовую кукой привести ступенькой кто ты да это он жерешок жерешок и не зря мы ушли пробивать новые места классный перекат и вот он пожалуйста на ступеньку друзья тупо ступенчатая проводка блесны вот он красавец стой 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 конкретно все сейчас мы его за фото им заснимем и конечно же отпустим что друзья все-таки нашел жерешка вот такой вот первый сегодня с уверенной поклевкой на 7 граммовую дайгу кукри мы на стандартном нашем перекате лёха поймал одного совсем детеныша и было по несколько подвоев мы у нас был выбор либо мы перемещаемся на новое место его изучаем либо остаемся на старом ну было принято решение пойти поизучать на новое место и вот пришли начали пробивать я просто делал ступенчатую проводку блесны достаточно длинная ступенька не как в джиге классический раз два три пауза таких 5-6 медленных оборотов паузы и ждем касание дна и вот на паузе четкий удар такой срывком и вот такой вот жерешок сейчас мы его отпустим но это уже классно вообще жереха поймать зимой это но я каждый раз это говорю и сейчас повторюсь поэтому ловите друзья отпускайте ищите джерих любит перекаты мелководья именно там его и нужно искать чем мне нравится вот это вот блесна можете видеть она с одинарным крючком для того чтобы меньше количество зацепов было ловлю я в новых местах я всегда пробиваю но пытаюсь ловить как джиговой ступенькой эта блесна хороша тем что она очень долго сыпется и планирует вот и сейчас жерех попался на таком мелководном прогоне с течением я просто забрасывал пускаю блесну до дна весит она 7 грамм потом делаем вот так 3 4 5 оборотов катушки опять от касание дна было упала упала второй вариант это после заброса мы кладем блесну на дно вот она упала и дальше я делаю 5 6 оборотов катушки сброс и продолжаю равномерную проводку в этом случае блесна идет где-то в толще но приблизительно ближе ко дну паузы тоже делаю но такие паузы уже по наитию без касания дна принципе жерех когда он не очень активный в холодной воде редкие дни бывают когда он очень активный он все время клюет вблизи дна и паузы ему это обязательно то есть здесь нет таких проводок сумасшедших как это летом и постоянно на этом акцентирую внимание жерех привязан так или иначе к микрорельефу мы находим участки ну прибываем участки такие с фоновой глубиной ну от метр до двух с половиной трех максимум и на этих уже участках ищем изъянчики какие-то то есть бровки изъянчики пупочки каменистые выступы как бы с них вся и происходит рыбалка а поклевочка все на ту же блесну а сход я моя там был некрупный жерешок ёпарасоте друзья но день так неумолимо приближается к своему логическому завершению по крайней мере его светлая часть мы с легкой прошли два участка реки пытались сегодня ловить жереха по крайней мере по светлому то есть джига вообще сою не брали то есть у меня там ратлин и тел спиннеры колебалки пилькеры разные в общем легка видел две поклевки одну неплохую и одна венчалась вот поимкой вот такого жерешка и у меня был один подбой какого-то мелкого и один хороший удар его там на жерешок гам 500 600 попался и собственно говоря все на этом сейчас еще доловим пока светло потом попьем чайку и перейдем уже на ловлю с ваблерами по темному если что-то попадется то постараюсь при свете фонарика это заснять думаешь это не жерех ну что-то жерех промахнулся интересно кто это но это другой же их тоже серебристый но не тот были ну надо так умудрится еще за хвост зацепить подлещик до гагам 800 на ну-ка кушать произошла поклевка м я узкореги поймал неплохой судачок по крайней мере не напильник сайт степ красавец вот это заглотил так заглотил на друзья это за кило такой полтора наверно красавец какой взял такая воблер в распорочку да такой на полтора смотрите как он съел просто бомбически вот так они кушают ночью знаю друзья что-то видно или нет попытался включить фонарик этого красивого друга немножко падает тень в общем вы все видите вот он дайте как съел как нибудь свет поставить очень тяжело снимать в темноте ничего не видно вот такой вот судак в общем он скушал воблер сейчас мы его сфотографируем и будем отпускать домой друзья такая мощная машина под названием судак кило девятьсот двадцать ну конечно же его подтолкнем и вот так вот ночи он уходит супер воблер на которую клюнул не видно как бы направить сайт степ 95 не прошло из заброса следующий заброс туда же и еще судак этот помельче этот уже грамм наверно 600 500 все тот же воблер все туда же вот он красавец да такой наверно грамм 500 600 судачок сайт степ работает 95 по полной программе сейчас мы его отцепим супер вышел судак буквально стемнело прошел час и он выполз во свои угодья давай друг ухты учусь и он дал да ладно все сумасши сошел давай 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 домой туда в какой ух друзья очередной судачок на этот раз маленький с гребеночки он взял поставил мелководный хамсинчик такой вот напильничек в этом году напильники как никогда радует их достаточное количество нормально он так сандалил и размер приличный судачка в этот раз друзья фишка томкет сработал тоже он в распорочку взял какой злой судак а вот этот за задний треничок я думаю что такой кило двести на его 400 максим тонкет сп 80 . такой бодрый судакевич не знаю как это тут все видно в темноте ничего на не видно но пока не имею рыбу увидеть кило 380 достойный товарищ спасибо тебе за поклевку бодры уходит очень бода я не успеваю забрасывать и опять забросил опять полмал судака но это такой полкило на я вот поменьше вот это прикол да может гамм 400 давай домой плыви ух отлично вообще я не знаю что происходит три заброса три судака в его просто бомба но это тоже такой такой же как предыдущий даже поменьше как они лупят там поклевка такие что все легко снимается на поменьше судак воблер судак тихо 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 друг тебе туда просто какая-то что-то вообще невообразимое происходит я я даже не знаю это реально я выключаю gopro делаю заброс делаю проводку поклевка рыба поклевка рыба три заброса три судака четыре такого не помню вообще это уже шестой друзья судак прошло почти два часа как стемнело мы начали ловить за два часа рыбалки 6 судаков друзья ну что вечернюю рыбалку я закончил просто снимать по темноте и делать выводы было как бы крайне неудобно поэтому делаю это сейчас дома вчера сначала мы ловили жереха и жерех вчера был в каком-то коматозе конкретном у меня было лишь три поклевки было видно что у него нет никакого настроения и приходилось его вымучивать с трудом одного небольшого жерешка я поймал зато пусть но как стемнело началась какая-то невообразимая феерия в ловле судака на воблеры вода была крайне низкий уровень воды поэтому воблеры я использовал с небольшим заглублением ну максимум там до метра с небольшим в зависимости от места то есть над каким-то приемками ловил воблер метр с небольшим в основном на мелководьях я ловил моделями которые заглубляются до одного метра и что самое интересное вчера за два часа рыбалки по темноте я увидел шесть поклевок очень классных щелчков и поймал 6 судачков я думаю что нарезанный микс из того что хоть как-то получилось вы увидели может быть не все рыбы попали в кадр но тем не менее несколько судаков был очень приятного размера вчера дело до моего любимого воблера majorcraft zone r90 и так и не дошло вчера я поймал рыбу на sidestep 95 плавающий эвергриновский воблер я поймал на fishcat tomcat 80 ксп и одного поймал небольшого судачка на хамсе реально судак клевал выходами вчера удалось сделать две серии то есть два заброса два судака и через час с этого же места три заброса три судака то есть получилась вот такая вот интересная рыбалка конечно грязище просто ужас вчера еле выехал на машине через поле машина вся в грязи провел очень много времени на мойке вот сегодня буквально через час-полтора я отправляюсь на другой участок реки и сегодня мы половим на джик а потом останемся и на новом участке попробуем половить судака на воблере что из этого получится смотрите дальше не переключайтесь вторая часть рыбалки время пол второго за моей спиной известная деревня которая не нуждается в упоминании вот с такими мостами можете видеть какая здесь грязь и жижа придется по ней полазить чтобы половить цель наша до темна ловли на джик но достаточно такой легкий наверное 6 8 10 12 может быть 14 грамм мы сейчас на этом вот кусочки как раз половим до вечера у нас есть два с половиной часа и потом мы переключимся на ловлю с воблерами сегодня на участке только лишь один спиннингист больше нету но судя по тому как здесь натоптана жижа выходные здесь было весело что же посмотрим что у нас сегодня получится обо всем как всегда расскажу не выключайте как же не хватает морозов друзья и снежка чтобы вот это все подмерзла выпал снежок можно было ходить как человек пока этого не произошло ведь сколько следов прям не так чтобы много народ ловил тут друзья ну вот мы только приехали время обеденное с третьего же заброса серёга поймал жительницу данных мест это у нас как назовет мой друг максим легалов шурогайка под ближней бровкой заглотил так да с ударом хорошо положено ну собственно говоря в этих местах вот такая вот рыба и и здесь даст в достатке но здесь есть и хорошая щука я надеюсь мы сегодня с ней увидимся это почесал домой у нас принято давать пятюню ну и не прошло минуты я вообще рыбу буду ловить или буду ходить здесь по глине жижи просто чтобы вы понимали хорошо как чё-то ту легче произошло сейчас прямо в серёга поймал момент когда сильнее вытащил это учу пока вот а я стою рядом кидают же крик хочу принципе полосатого тут вымучить ну и вот сейчас кинул первый заброс четкой поклёвкой вот пожалуйста срез приманки какой же хрик за щукой приехали алексей всего доброго друзья произошла поклевка очень хорошая сейчас я фиксион чик затяну это рыбка покрупнее судя по поклевке это жаба потому что такой рывок прям с оттяжкой ну такая это уже не шнурочек я хочу сказать я думаю что там килограмм чик наверно должен быть изи шайнер трехдюймовый арбузик для москва реки по щуке это вот здесь вот самое они но она килограмма нету конечно уфа юга она активная просто сумасшедшая ух смойчу делать вот это да иди сюда иди иди сюда иди 10 до до вытаскиваете здесь одно удовольствие очень агрессивная щука друзья это мой наверно 10 заброс не зря мы сюда приехали я хочу сказать конечно не за такой щукой но пойдет для начала оба а грамм 600 наверное щупакабр изи шайнер арбуз и щука это друзья ну каким-то чудом мне удалось установить камеру чтобы показать вам вот эту вот щучку буквально десятый заброс изи шайнер 9 грамм три с половиной дюйма в классическом щучьем цвете мне кажется на любом водоеме нашей необъятной родине щука предпочитает эту приманку такая небольшая на грамм 600 но поклевка была великолепная продолжаем ловить конечно грязи много снимать очень неудобно со штатива но эту мы отпустим злая и продолжим рыбалку отлично ой засосала опасно так на эту подругу мы отпускаем кстати если зайти сюда поглубже здесь но пожёстче давай вау 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 ушла нуля ушел бинго делать мы на минут 30 наверно ловим 40 вот как приехали прям сразу можно сказать активную рыбу наверное сняли потому что прям произошли буквально сразу там в первые 10-15 минут по поклевке у лёхи срезала джек рик серёга поймал небольшую щучку я поймал щучку покрупнее и все на этом . перестала работать есть смысл смещаться здесь участок такой ну те кто ловил они имеют представление здесь идет небольшая канава под берегом с глиняным таким кряжем в этой канаве очень много малька канава не глубокая но на фоне всего остального то что здесь есть она существенно выделяется потому что остальные как бы участки здесь рядом в основном мелкие и поэтому весами которые мы здесь работаем но они редко превышают там 12 14 грамм зависимости от уровня воды и течения сейчас вода предельно низкий уровень воды поэтому применять веса там 12 14 но этой серии если только попробовать поймать кого-то самой дальней бровки сейчас обрабатываем все таки средне ближней дистанции малька под берегом много вот но и в принципе обе поклевки небольших щучек были именно как раз в этой канавке а так здесь вот забрасываем вдаль там сразу будет падать сейчас достаточно мелко вот она упала у меня 9 грамм стоит грузик пожалуйста все срез пойду привязывать то есть армату и прочее 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 там лежит буквально леска попала и как ножом по этим железя ком срезалась ну что ж будем привязывать новую приманку заодно что-нибудь сменим и попробуем на что-нибудь другое и вот она клюнула я надеюсь меня gopro не выключится на меня пошла поклевка прям такая вдогоночку б и что-то на твистер соблазнилась и щупакавра щупакаврышка и воде какая она красивая желтая щучка да софинские бровки богаты такой шелуп понята а где твоя мама а те мама тоже заклювик но поклевка бойкая друзья прям такая бы 7 грамм грузик тут такая грамм 400 наверное плыви давай плыви хорошая позови бабушку пока да друзья 10 декабрьский день очень короткий темнеет очень быстро еще нет даже четырех часов вечера уже такая мгла наступила плюс еще к это изморозь ну что друзья завершилась сегодняшняя рыбалка что сказать она получилась достаточно сложные и однозначно что когда мы приехали на водоем мы попали на конец клёво и как позже оказалось утром в тех окрестностях щука клевала неплохо щука конечно не крупная такая в основном до килограмма но она ловилась первую половину дня гораздо гораздо лучше мы же поймали несколько шнурков были пустые поклевки остались ловить по темноте и сбороздили очень большой участок несколько раз переезжали но всего лишь на все я поймал маленького судачка и друг поймал там судака килограмма на полтора ну к сожалению я был далеко и у меня фонарик уже перестал работать сели батарейки поэтому заснять ничего не получилось в общем какие выводы по этим двум последним рыбалкам рыба есть несмотря на вот эту жижу и некомфортное перемещение по берегам она клюет декабрь и вообще на москве реке я считаю одним из самых лучших месяцев поэтому стоит ездить путешествовать и ловить обязательно в световой день какая-то рыба да будет активной а уж на что и уловить это нужно подбирать стараюсь всегда экспериментировать ловить на разных участках на разные приманки ну и в принципе всегда это получается и уверен получится и у вас на сегодня у меня все друзья спасибо что были со мной всем счастливо до новых встреч